Добрый вечер, дорогие друзья! С вами вновь мы, Ержан Рашев. Дириана Каруза, добрый вечер. А значит, в эфире Рашев Шоу на телеканале Atomiken Business Channel. Мы приветствуем вас с 28 этажа отеля Рискартон в клубе 7. Друзья, сегодня у нас очень интересная гостья. Ей всего 24 года. О, мой гад. Но у нее уже не только степень магистра финансов, полученная в Швейцарии. Скоро PhD. Да, скоро докторская степень. Но и успешный бизнес в сфере образования здесь, в Казахстане. Друзья, встречайте. Сегодня у нас в гостях директор представительства Женева Бизнес Кул в Казахстане Алина Абдрахманова. Итак, Алина, добро пожаловать на наше шоу. Я очень-очень счастлива, потому что когда есть beautiful woman или successful woman, for me it's always very important. Первый вопрос это, кто Алина, как начинает ваше бизнес? И a bit about you, if you could tell us. From the educational part, of course. Ну, что сказать. Степень бакалавра я получала в Швейцарии. Там же получала степень магистра. После этого вернулась в Казахстан. Но в Швейцарии я оказалась, скажем так, волей и судьбой. Потому что когда я заканчивала школу, я училась в городе Актау. И, сами понимаете, Швейцария одна из самых таких дорогих стран. И как бы даже мысли не было о том, что я уеду куда-то учиться. Но, наверное, мне где-то повезло, потому что меня заметили. В 11 классе я стала победителем игры «Лидер 21 века». И это во многом поспособствовало тому, что одна из нефтяных компаний, они согласились оплатить мое обучение. Конечно, для родителей это было огромным сюрпризом. И вопросов о том, стоит ли меня отпускать за границу, как это часто бывает в казахских семьях, или не отпускать, он не стоял. Так я оказалась в Швейцарии. Осталась там, прожила там 4 года. Но по окончании 4 лет поняла, что все-таки хочу вернуться. Слушай, а вот я вижу в твоем резюме, да, то есть бакалавр наук в области бизнес-администрирования, магистр финансов, сейчас докторская степень. 24 года. Как это возможно? Объясни, пожалуйста. Потому что, ну, насколько я знаю, 24 года люди обычно только-только заканчивают бакалаврят. Я думаю, здесь большую роль сыграли мои родители. Как-то маме очень хотелось, чтобы я, наверное, очень быстро продвигалась в этой жизни. В 4 года она научила меня читать. В 6 лет я уже была абсолютно готова пойти в школу. В 17 лет я ее закончила и поехала в Швейцарию, где программы бакалавра, как и во многих европейских странах, они длятся 3 года. По окончании бакалавра мне выпал шанс сразу поступить на программу магистратуры. Я ее закончила. И получилось, что в 21 год я приехала уже с двумя дипломами. И вот в этом году я уже почувствовала, что готова к тому, чтобы начать работу над докторской степенью. И надеюсь, что к 27 годам я ее закончила. Мысли в Швейцарии остаться не было. Ну, в смысле, вот, особенно для молодых людей, да, то есть это такой очень щепетильный вопрос. Возвращаться в Казахстан, не возвращаться. Вообще нужно, нужно это делать. Швейцария довольно такая специфичная страна. Конечно, там очень комфортно жить. Там созданы все условия для качественной жизни людей. Там очень высокие заработные платы. В принципе, там вполне реально найти работу. Но я чувствовала, что в Швейцарии у меня есть определенный потолок. Потолок, который значительно ниже, чем мой потолок в Казахстане. И мне казалось, что в Казахстане, так как это страна развивающая, скажем так, Energy Markets, у нас учили все мое студенчество, что возможности нужно искать именно в таких странах, причем это мой дом, здесь моя семья. И я посчитала, что лучше мне свой потенциал реализовывать здесь. Beautiful. I agree with you. При этом, ну, ты хотела сразу пойти в бизнес или, может быть, устроиться куда-нибудь на работу в какой-нибудь там Самрук или Байтирек или в какой-нибудь банк здесь? Ну, скажем так, когда мне было 19, и я начала работу над своей магистерской диссертацией, я попала в стартап, который называется NanoLife. Сейчас это одна из таких известных компаний в сфере биотехнологии в Швейцарии. Начиналось все с трех людей. Я была одна из них, то есть это были два инженера, и я выступала со стороны маркетинга. Я видела, как это все рождается в маленькой лаборатории Лозаннского университета, EPFL, и как это все растет. Вместе мы работали над бизнес-планом, потом команда расширялась. Это было такое очень увлекательное путешествие, да. Для меня оно закончилось на том этапе, когда я возвращалась домой. И одно из таких достижений, которым я очень горжусь, это то, что я принимала активное участие в разработке бизнес-плана, который поднял очень такой крупный first investment для этой компании. И я думаю, эта компания научила меня тому, что в предпринимательстве очень интересно. Никто не дает никаких гарантий, но при этом открыты просто огромнейшие двери. Если смотреть с точки зрения моей семьи, конечно, они за стабильность. Они бы очень хотели, чтобы я работала на корпорацию, или на национальную компанию, или на государственной службе. Но я немножко себя там не вижу, наверное. Как они ответы на вот это? Скажу так, что первый год-полтора родители были настроены скептически. Сейчас они видят результаты, и сейчас они за меня радуются. А что сейчас Алина сделает? Здесь как бизнес-вома. Надо чуть-чуть открывать, что это бизнес-вома. Когда я возвращалась в 2014 году, мы открыли в Казахстане представительство Женева Бизнес-Скул. На сегодняшний день Женева Бизнес-Скул в Казахстане – это два полных офиса. Это Астана и Алматы. Это пять групп, обучающихся на программе MBA. Наш средний возраст студентов – это около 35 лет. То есть это начиная от middle management и до top management тех же национальных международных компаний, компаний нефтегазового сектора. В общей сложности у нас обучается около 100 человек. Мы имеем сейчас амбиции выхода на Актау, Атырау и Шимкент. То есть мы развиваемся, компания растет. И с учетом того, что начиналось, это с того, что я бегала в ЦОНД, где-то это регистрировала. Мне это очень приятно видеть. Вопрос вот такой. Женева Бизнес-Скул, как они могли верить в 22-летнюю женщину, чтобы открыть бизнес в Казахстане? Если честно, я сама задаюсь этим вопросом очень часто. И мне иногда кажется, как. Иногда мне кажется, что это была какая-то шутка с их стороны. Мы посмотрим, получится или нет, как наш выпускник справится. Давайте проверим, действительно ли знания, которые мы даем, они полезны в этой жизни. Но, думаю, помогло то, что два года я работала в офисе в маркетинге. И как раз-таки занималась продвижением в русскоговорящих странах. Моя обязанность была Казахстан и Украина до определенного момента. В принципе, работа продвигалась довольно успешно. И мне доверили вернуться сюда и стать, скажем, представителем. Но есть такая популярная сейчас система управления проектами Agile. И вот по этой системе мы свой офис здесь формировали. То есть начиналось это с одного человека-представителя. Потом мы увидели, что есть рынок. Что рынок требует сейчас обучения качественного, европейского, удобного для профессионалов здесь. Без выезда куда-то. И так, как бы, шаг за шагом мы пришли к тому, что запустили первую группу MBA в Астане в сентябре 2015 года. Если честно, когда группа запускалась, немножко все это казалось чем-то нереальным. И я не верила, что через год я повезу их в Женеву за дипломами. Но это случилось. Вау. Вот в октябре мы съездили. Наш первый выпуск получил диплом. И поэтому, если честно, я иногда сама, мне кажется, что это какой-то огромный корабль. Я не совсем понимаю, может быть, где-то как им управлять. Но вот как-то интуитивно это выходит. И иногда меня поражает. Можно дать такой совет, да, допустим, молодым людям в Казахстане, которые выпускаются из университетов, что на самом-то деле не совсем даже обязательно получать какой-то опыт, да, допустим, там, практику, да, в офисе, скажем так, в какой-нибудь корпорации, в компании. Можно сразу идти в бизнес. Вот твоя рекомендация все-таки лучше получить опыт сначала и пойти в бизнес, либо сразу себя попробовать. Я бы сказала так, что получить опыт в компании и уйти в бизнес – это чуть менее болезненно, чем получить опыт в бизнесе сразу. Потому что в бизнесе никто никого не жалеет, никто ни с кем не церемонится. И те шишки, которые можно в компании набивать, скажем, раз в месяц, в бизнесе вы получаете по 10 штук за день. И были такие моменты, когда мне вот хотелось сказать, все, я больше ничего не хочу, я хочу к маме, я хочу плакать и все. Но очень быстро формируется характер, очень быстро формируется устойчивость. И когда я смотрю на те вещи, которые вгоняли меня в панику, в страх, в слезы год назад, даже полгода назад, сегодня, мне кажется, что это абсолютные пустяки. А какие вот, на твой взгляд, трудности сейчас стоят перед молодыми предпринимателями в Казахстане? Такие, ну, может быть, три. Вы сможете выделить? Ну, я скажу, что, наверное, первая трудность, это все-таки у нас не такое большое население, и наш рынок, он не ко всему готов. И даже если он к чему-то готов, его может быть недостаточно. Покупательская способность может быть недостаточно высокой, и тем более с учетом того, что сейчас у нас в экономике довольно-таки нестабильные времена, есть продукты, на которые люди не готовы тратить. Естественно, бизнес, он от этого немного страдает. Второе, я думаю, это то, что у нас есть, у молодежи особенно, мы хотим все быстро. Мы хотим быстро купить, мы хотим быстро заработать миллионы, мы все читаем историю успеха, что к 25 годам мы обязательно все должны быть в Форбс, и наступает разочарование, когда работаешь год, ты понимаешь, что ты вроде как сводишь концы с концами, и нужно еще очень много всего делать, что сразу Бентли под окном не появится, на Мальдивы ты отдыхать не уедешь с ноутбуком. Немножко это разочаровывает. Но в остальном, я бы сказала, что сегодня вести бизнес довольно удобно. Есть очень много платформ электронных, которые очень облегчают нам жизнь. Конечно, может быть, они не всегда работают так, как нам хотелось бы, где-то задерживаются, где-то есть какие-то неполадки, но в целом система выстроена, по крайней мере, для малого и среднего бизнеса, в котором мы находимся сейчас, очень удобно. Как ты вот нашу систему казахстанского образования оценишь? Конкурентно способна ли она? Или она, ну, то есть есть вообще надежда, что там что-то развивается? Я думаю, да, надежда есть. Все-таки, скажем так, что мы конкурируем на этом рынке с казахстанскими университетами, и есть очень сильные игроки, взять тот же Назарбаевский университет. Не могу не отметить Казахстанно-Британский университет, КБТУ. Когда-то я сама мечтала там учиться, у меня очень много знакомых, которые его закончили и сейчас успешно работают, поэтому думаю, что это один из таких флагманов в стране. Есть Алма-юниверсити, они очень быстро и инновационно тоже развиваются, да, очень активные, поэтому я думаю, что вот с такими вот локомотивами, которые вперед двигают, задают темп, скажем так, все, остальные будут подтягиваться, да. Если есть девушка или мальчик, который посмотрит сейчас нашу программу, и он садит, не знаю, в Чингенте или Тарасе, да, и он думает, я простой человек, я построю простую фамилию, да, как я можно, как вы, Айлина, да, что, что у меня надо для, you know, like, to make it happen, like, because sometimes kids are becoming a bit, you know, adapting to the family condition, thinking of mentality, and so some talent are untapped because they don't have inspiration. Я думаю, что у нас есть вот у многих людей такие рамки, что если ты не из подходящей семьи, если у тебя родители не занимают какой-то пост, все для богатых, все куплено. Это абсолютная неправда, потому что я не скажу, что я из какой-то очень богатой семьи, мой папа военный, моя мама врач, просто меня с детства научили, что если что-то хочешь, нужно буквально пахать, нужно делать все, чтобы к этой цели прийти. И как-то всю свою жизнь я расставляла себе цели. Первая моя цель была закончить школу на отлично, я ее добилась. Дальше у меня была цель поступить за границу. Я не совсем понимала, как это делается, но это получилось и так далее. То есть даже в психологии, да, есть такое, что чем больше ты чего-то хочешь, чем больше ты чего-то желаешь, это к тебе притягивается. Я думаю, это имеет место быть. И чем жаловаться, обижаться на кого-то, нужно просто начать что-то делать. Да, просто я хотел вот с точки зрения ментальности, ну, в твоем возрасте, да, то есть обычно девушки хотят выйти замуж, парни хотят попасть в какие-нибудь силовые структуры, ну, а те, которые поумнее, хотят уехать за границу, да, то есть, ну, и ты просто сейчас переворачиваешь вот это все, да, и это очень круто. Может быть, какие-то рекомендации нашим молодым зрителям, пару советов от Алины Абдрахмановой, во что нужно верить и что нужно делать? Не знаю, мне кажется, нужно верить в себя, потому что время, когда за нас решали что-то другие люди, оно прошло. Как ни крути, но все-таки в нашей стране очень много делается для того, чтобы развить и бизнес-культуру, и бизнес-среду. Сейчас столько возможностей получения образования как платно, так и бесплатно. Столько возможностей открытия пусть небольшого, но своего дела. Что стереотипы, что обязательно нужно идти в силовые структуры, всем подряд, я не говорю о людях, которых это призвание, да, внутри, а девочкам обязательно в 19 лет бежать замуж, это очень личное, но это не панацея. То есть нужно понимать, что в жизни очень много прекрасного, очень много чего, что можно сделать, и самое главное, можно принести какую-то пользу. Когда человек этим руководствуется, мозаика, она начинает складываться, и, наверное, тогда получается. Ну и не лениться, не ждать, что кто-то что-то принесет на блюдечке. Помимо бизнес-школы, я знаю, что у тебя есть несколько еще таких стартапов или бизнесов, да, куда ты инвестируешь, чем-то? Да, я, скажем так, сейчас выступаю в небольших таких проектах, больше с позиции инвестора, и не совсем вдаюсь в операционную деятельность, но это вещи, которые мне интересны. Мы открыли компанию переводческую, занимаемся синхронными переводами, это очень такое интересное направление, особенно в Астане, где приходит очень много мероприятий. Недавно я заметила, что меня очень умиляют какие-то такие детские вещи, да, мы открываем сейчас бутик, онлайн-стор с партнером, и сейчас работаем над направлением ресторанного бизнеса, но это все в процессе, и пока мое главное детище, это, конечно же, не в бизнес-скул, это то, где я вижу результаты, где я уже вижу возврат инвестиций временных и денежных, а эти проекты, они пока на стадии зарождения, но я думаю, с ними тоже все будет хорошо. А через 10 лет вот кем ты себя видишь? Мне кажется, если бы я была бы помладше, я бы сказала, что я буду где-нибудь в политике или в огромном стеклянном офисе с видом, не знаю на что, но немножко вот вкусив за 3 года такой предпринимательской жизни, она мне нравится больше. Мне хочется развить разные направления и в профессиональном плане видеть себя таким успешным, уже более крупным предпринимателем, а в личном плане все-таки хочется видеть себя человеком семейным, видеть своих детей и найти вот такой вот баланс между семьей и работой. У меня есть вопрос по поводу женщины в Казахстане. Как Ержан сказала, женщина-девушка в Казахстане, он хочет быстро зажениться, дети делать и все, да, и садить на Range Rover и поехали на укладку. Не все тогда, не все, вот так, конечно, ну, I'm making generalization, but how could we change this into something like you? Tell us the secret. А нужно ли? Есть другой вопрос. Да, это тоже хороший вопрос, потому что мне часто тоже говорят, ну что ты где-то летаешь, куда-то ходишь, что-то делаешь, что ты замуж не выйдешь, да, и все, в чем проблема? Ну я понимаю, что да, уже время настало, и как бы да, все складывается, идет к этому, но что лично меня двигало, это, наверное, что с детства мне говорили, мальчики умнее, мальчики более способные, куда ты лезешь, зачем тебе математика, это для мальчиков, для девочек, например, рисование или пение, зачем ты идешь там куда-то в финансы, это же для мальчиков, девочки должны заниматься чем-то другим. Вот какие-то такие вещи, а у меня был такой характер, что когда мне говорили нет, мне очень этого хотелось, да, я думаю, нет, нет, в смысле? И вот это, наверное, вот это вот качество, оно, да, повлияло, но я думаю, что сейчас очень много активных девушек, и с одной стороны влияние Инстаграма, оно очень сильное вообще влияние соцсетей, оно делит девушек сейчас на два лагеря, то есть кто-то хочет жить красивой, легкой жизнью, постоянно где-то в Дубай, с красивыми сумочками, а кто-то видит других, тех, кто что-то делает, и хочет становиться похожими на них. И мне, конечно, хочется верить, что когда люди видят, что девочки подросткового возраста все-таки будут думать иначе. У меня опять меркантильный вопрос, вот на что деньги тратит Алина Абдрахмановна? Ну, заработанные, да, честным трудом, честным бизнесом. Я очень люблю путешествовать, это моя большая страсть. Сейчас немножко меньше получается это делать, все-таки больше работы, но я все равно стараюсь в год 3-4 раза куда-то выехать, причем в такие места, где можно посмотреть историю, где можно походить по улицам. Но Дубай. Дубай тоже хороший город. Я туда иногда езжу для шоппинга и так далее, но все-таки нравятся такие исторические части. И сейчас я, наверное, на том этапе, когда хочется инвестировать и хочется выстроить какую-то такую стабильную систему, очень диверсифицированную, это, наверное, я уже как финансист во мне говорит, поэтому я стараюсь в проекты тоже вкладывать. Beautiful. So smart. Да, ну то есть ни сумочки, ни машины. Ну сумочки, машины, они есть в моей жизни, но не с фанатизмом. Не предсидиально. Не до фанатизма, да. У нас есть небольшой блиц, такой вот опрос в конце нашего интервью. Быстрые вопросы, быстрые ответы, у тебя буквально 5 секунд на размышления, и мы, наверное, будем закругляться. Что самое главное для женщины, семья или работа? Все-таки, как восточная женщина, скажу, что семья, но не без работы. Думаю, что должен быть баланс. Браво. Все-таки Восток, он... Ну это генетика, я думаю, уже. Да, проявляется. Окей. Считаешь ли ты себя особенной, уникальной? Нет, я считаю себя трудолюбивой. То есть, ну... Я думаю, что... А талант, ум, интеллект? Вот если честно, я не думаю, что природа награждала меня чем-то сверхъестественным, кроме характера. Поэтому, вот, как-то так. Очень интересно. Ну, такой, наверное, вопрос риторический. Хотела бы ты уехать в другую страну, вот... Ну, спрашивай у человека, который вернулся из Швейцарии, да? Из Монтрё в Астану. Сейчас нет. В будущем не могу загадывать. Да? Но думаю, что все-таки нет, потому что я очень ценю свои корни. Я очень люблю казахскую историю. Я очень ей горжусь. Очень горжусь тем, что я казашка. Вот это все-таки где-то в жилах есть. Поэтому я думаю, что, может быть, временно куда-то поехать. Немного пожить. Связано с работой, с проектами, да. Но все-таки Родина здесь. И последний вопрос. Мечта есть на данный момент? На данный момент мечта, наверное, видеть, как развивается мое детище. И видеть его очень масштабным. Очень было приятно пообщаться, на самом деле. Вся надежда на таких людей, как ты. Мне хотелось бы, чтобы таких людей, как ты, было побольше в нашей стране. И чтобы они, по возможности, возвращались и все здесь меняли. Вот. Тебе спасибо огромное. Спасибо. У нас есть небольшой презент. Да, небольшой презент. Это абонемент в Клуб Севен, в котором мы сегодня здесь находимся. Вот. Здесь собираются, кстати, очень многие бизнесмены, очень многие предприниматели. Я думаю, что тебе будет интересно. Пожалуйста, приходи. И, в общем, мы всех вообще, и наших зрителей приглашаем сюда. Ну что ж, друзья, сегодня у нас в гостях была Алина Абдрахманова. Алина Абдрахманова, молодой, замечательный, красивый... Талантливый. Да, очень талантливый предприниматель, очень скромный при этом предприниматель. Я надеюсь, что наш разговор был полезен. И ко всем молодым людям я хочу обратиться и сказать, ребята, есть примеры очень крутые. Пожалуйста, пожалуйста, следуйте им, будьте смелыми, следуйте за мечтой, наверное. И так на этом закончим, да? Друзья, всем спасибо, всем хорошего вечера, всем до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok